Жители района марш-завода в Златоусте жалуются на грязную воду в кранах. Оранжево-коричневая жидкость пахнет хлоркой и ржавчиной. Местные в панике невозможно принять ванну и помыть посуду и приготовить еду. Пользуемся в целях питания только питьевой, бутербурной водой. В семье Екатерины Геранина и трое детей. Без ежедневного купания не обойтись. По словам женщины, грязная вода уже влияет на здоровье домочадцев. Детей я в такой воде покупать, к сожалению, не могу. Потому что если они у меня здесь побулькаются, то у них сразу начинает сушиться кожа, шелушиться. Что доставляет тоже много проблем. Стирать я в такой воде не стираю. Проблема с водой из-за открытой системы водоснабжения. В батареях и кранах течет одна и та же вода. Местные говорят, что проблемы возникают после аварии. В ответ нам приходит на наше обращение только одни отписки и обещания. Да, да, мы работаем, да, да, мы работаем. Но как была вода, так она и есть. Темная. Переход на закрытую систему процесс долги дорогой. Нужно более миллиарда рублей. Будет непосредственно реконструкция оборудования ТЭЦ. Некоторая модернизация, естественно, трубопроводов в системе самого дома, МКД. И установка бойлеров, которые будут обеспечивать обогрев, то есть подогрев воды на нужды горячего водоснабжения. Перейти на новую систему планируют. Во время работ жители Златоуста будут получать холодную и горячую воду, но только техническую. Они сейчас получают горячую воду только по открытой системе. Техническую горячую воду, а не питьевого качества. Они так и будут с горячей водой. Как никто же у них не придет, кран с горячей водой не перекроет. То есть у них горячая вода, просто она качественная, к сожалению, не удовлетворяется АНПИНом. Состав воды в ближайшее время не поменяется. Срок перехода на новую систему водоснабжения 1 января 2022 года.